здравствуйте дорогие друзья наконец-то у нас отступили в крыму северном крыму морозы и мы можем пойти и погулять погода у нас где-то плюс 5 плюс 8 градусов давно такого тепла не было у нас вся весь январь и в начало февраля середина февраля до середины вернее февраля держались морозы морозы пускались до минус 20 даже было поэтому снимать нереально все было сейчас вышли погулять вот такая у нас погодка серый немножко солнышка нет но зато тепло посмотрите вся трава у нас выгорела вымерзла вернее сказать ничего сейчас потеплело вот я думаю недельку-две поддержится тепла все зазеленеет впереди праздники город немножко привели в порядок грязи от мусора уже почистили детвора у меня бегают гуляют пока дети мне играет на пушки можем пообщаться к поводу недвижимости сколько же стоит у нас недвижимость в городе вот квартиры значит однокомнатные квартиры стоимость от 550 тысяч до миллиона в зависимости от ремонта от площади квартиры двухкомнатные трехкомнатные двухкомнатные от 750 до 1000 миллиона трехсот трехкомнатные квартиры от миллиона и выше до двух миллионов есть квартиры в зависимости от ремонта и площади дома дома от полутора миллионов и выше коттеджи у нас от трех с половиной миллионов вот такие вот расценки очень я бы сказала не дешевые все что в принципе как и все в крыму у нас самый северный город крыма как я уже говорила есть у нас 20 километров от нас еще один город город красноперекопск там расценки на недвижимость еще порядок выше хотя в принципе мне наш город нравится больше в каком плане у нас завод есть это бюджетная обеспечивающие предприятия вот но у нас он далеко за гора за городом туда на автобусах рабочих увозят в красноперекопске же практически в черте города находятся заводы причем два крупных завода поэтому наша воздух у нас гораздо чище здесь у нас рядом залив в двух километров буквально от города в ту сторону и нас залив и воздух благодаря этому все-таки почище вот потом значит в этом городе по поводу питьевой воды у нас питьевая вода артезианская очень хорошего качества мы из квадкрана пьем нам не надо ее не купить ничего в принципе очень вкусная вода в красноперекопске же вода тоже идет со скважины но как-то ее пропускать через отстойники ее как-то обрабатывают еще потому что качество у нее гораздо хуже и пить ее из-под крана невозможно по поводу работы да как я уже сказал у нас завод есть титана это огромное предприятие на котором ну где-то более 10 процентов населения трудится порядка даже 20 процентов на население заботать на заводе вот конечно частные предприятия есть есть предприятия вода водоразливочная там газировки конечно коммунальные различные школы у нас 5 школ 4 количество садика даже не скажу точно тоже не менее пяти у нас есть развивающие школы музыкальная школа школы досуга дополнительного образования есть больница помимо города возле городу относятся еще три села кого интересует именно сельская жизнь один одно село находится рядом с заливом волошина можете погуглить посмотреть что это за село и где она расположена есть его перекопа но вот здесь и вашей находится и в сторону красноперекопска находится село суворово красноперекопс же конечно это райцентр и тому гораздо больше сел сельских советов прикреплено к еще к этому городу вот по количеству населения мы при примерно одинаковые городское именно население что в красноперекопске что в армянске в армянске я еще не забыла сказать есть спортивная школа детская спортивная школа рынок у нас небольшой по сравнению с красноперекопским красноперекопский рынок очень большой у нас основном магазинчики бутики различные есть зубная поликлиника частные клиники но это конечно что характерно по поводу лечения зубов конечно есть бесплатное лечение да как по всей россии туда мало кто хочет обращаться в основном идут частные клиники чтобы зуба полечить очень дорого конечно позже не знаю как по всей россии но у нас чтобы одну пломбу без проблем такого небольшую поставить пломбу это где-то порядка двух с половиной тысяч рублей конечно я удивлена таким расценкам поводу работы частного бизнеса проблем нет тут и нас сельское хозяйство развито примерно еще один район города осветило магазин находятся как-то так по недвижимости вот следующая вторая школа городская средняя школа здесь спортивные площадки вот тут где дом детского творчества он очень большой этот и бывший детский сад перестроены со своей детской площадкой современной как-то сквер такой а вот здесь детский садик ласточка там впереди дальше также скверик есть с детской площадкой очень такой зеленый микрорайон очень много деревьев такой центр детского творчества каких там только кружков нет такое вот еще место в городе у нас да не у нас ноет устал гулять что устал ты домой хочешь ну а чё мявкаешь тогда это микрорайон строился до 80-х годов все хрущевочки квартирки небольшие даже в таких квартирках цена колеблется от одной одной трехкомнатной от 600 до миллиона двухсот очень аккуратные дворики там впереди уже видно детская площадка сквер прошлом году там положили новую брусчатку здесь у нас ЖКО ты опять не успеваешь ты опять не успеваешь? хлеб надо купить хлеб сейчас зайдем за хлебом вот у нас значит это площадка детская вот видишь катается? да катается только там грязно сейчас подсохнет будем ходить на детские площадки можно на кочерец кататься? а нельзя туда кататься потому что зимой или я а я хочу на сумокочку вот такая вот брусчатка новая положена на как тротуар вот такой вот скверик у нас еще есть по-настоящему сейчас весенний воздух гуляешь оно не холодно Данил там правда грязно вот смотрите вот грязная площадка там хоть и песок но на улице действительно сыро такие вот сосны высокие тут вот это впереди кипарисики маленькие Данил вот так некрасиво ты себя ведешь можно было бы там кататься мы пошли бы но там правда грязная и горка грязная пойдем ты же сказал за хлебом идти надо правда? да пойдем купим идем мы за хлебом ларечки сейчас покажу у нас тут вот это вот бывший ресторан Крым кулинария только с обратной стороны вот сейчас здесь магазины пуд супермаркет здание там магазины одежды констовары тут Ева магазин сетевой вот смотрите какой скверик аккуратненький вот это вот здание небольшое это салон красоты с обратной стороны сейчас я вам все с лицевой стороны покажу вот это вот салон красоты имидж тут магазины хлебный варечка вон пауки какие у нас есть вот так вот магазинчик